друзья приветствую вас всем любителям супа покажу рецепт и не любителям готовить долго суп тоже этот рецепт подойдет потому что мы его приготовим сковороде минимум грязной посуды и за пять минут ну пусть от 5 до 10 минут очень все легко делается но вкусный будет суп будем готовить на две персоны нам понадобится картошка луковица копченое сало будем добавлять копченое сало у кого нет обязательно нужно для этого рецепта уже готовая или кусочек мяса но лучше взять там даже купите окорочок копченый морковка немножко вегеты и фасоль в томате уже готовая морковку на терку картошку кубиком луковицу мелко сало тоже кубиком как-то получилось вот так сказала меленько но меленько это как для салата оливье также нарезаем только до морковочка у нас на терочке берем сковородку прикиньте может чугунную какую-то или там подчугунную кастрюльку чтобы не можно было и обжаривать и варить у меня вот такая же где-то сковородка литра на два два с половиной будем готовить на ней и теперь самое главное надо знать что зачем укладывать ну даже если перепутаете будет вкусно но все-таки лучше сделать так ну что приступаем готовки засекайте время сначала берем рюмочку суп без рюмочки никуда у нас рюмочка с маслом и выливаем 50 грамм масла ждем как масло разогрелось отправляем лук делаем на средний огонь чтоб не прыгала отправляем лук немножко лук обжарили чтоб он прямо вот немножко заголотился отправляем наш бекон теперь все должны обжарить лук и сало сало коптил в прошлом ролике посмотрите очень интересно так что делать его некуда вот и придумываю разные блюда вот сальса немножко поджарилась смотрите чтоб лук не подгорел помешивайте я не знаю где-то в районе пару минут так же все обжариваем где-то в районе минуты огонь обязательно средний не надо большой а то подгорит так минуту обжарили теперь фасоль фасоль готовая можно в томате можно собственном соку без разницы открываем и выливаем прямо вся всем содержимым сюда и также обжариваем ее где-то минуточку пока обжаривается прямо добавляем у меня вегета где-то половину столовой ложки много не надо перемешать минуточку попарилась отправляем картошку все размешиваем ну сколько вот 4 минутки мы поджариваем это все прибавляем огонь сейчас будем добавлять я сейчас буду добавлять кипяток по-хорошему сюда нужен бульон говорю новый кипяток пойдет подольше чуть-чуть потомится будет также вкусно как с бульоном сначала отправляем лаврушку раз листик два листик и уливаем кипяток по соли по специям это все в конце потому что все уже готовы и надо пробовать кому перчиков тарелочку можно насыпать чесночка но мы вот не будем а по соли уже как приготовится все залили кипятком и ждем только как приготовится картошка суп у нас будет готов ну вот в общей сложности прошло где-то 10-11 минут ну как я и говорил от 5 до 10 ну 11 может и 10 прошло супчик у нас готов картошечку попробовал уже сварилась а теперь продегустируем выключаем аромат стоит прямо душевный смотрите какой густой наваристый лаврушечка письмо тут вышло где-то порции на 3 в сторонку обязательно сметанку и зеленушечки и аромат стоит вот сейчас можно добавить кому перчик чесночок для меня так нормально пробуем соль соль не добавлял соли хватило прямо вот густой как будто печи настаивался очень вкусный и всего-то 10 минут и суп уже готов пользуйтесь а на этом с вами попрощаюсь как всегда был ник не готовит не забудьте подписаться на канал и поставить лайк это ж не тяжело а для меня это много значит все всем пока и все 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 и а ну что все 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 и и все